Здравствуйте, туристы и милитаристы! Вот буквально самая первая видеосъемка на новую камеру, приобретенную на средства сообщества. Огромное спасибо еще раз за помощь. Обязательно к этому вопросу мы вернемся, как только я получу распечатку банковскую. И я ничего сейчас пока не менял в настройках, буквально раскрыл и поставил. Потому что потом надо будет как-то покопаться, посмотреть, какой, например, для тех же самых кухонных тестов более удобный формат, какие там настройки нужно поменять. В любом случае, если вам что-то не нравится, если вас что-то не устраивает, если вас не устраивает, вот я, например, вижу вот в этом экранчике, как будто так темновато, с таким желтым оттенком все идет. Ну, посмотрю, как будет на компьютере потом. Если у вас какие-то будут замечания или пожелания, или советы, обязательно пишите, потому что технику новую я вот осваиваю буквально в режиме, в режиме. Ну, поехали. Сегодня у нас Центурион от Суприма, предоставленный Экстримом. И с учетом того, что нож этот ни много ни мало тактический, ну вот хлебушек он режет просто идеально. Прямо скажем. И все, кто усмехнется сейчас, они не правы, потому что хлеб тоже по-разному ножи режут. Так вот, ребята, которые мне сейчас скажут, напишут, этот нож не для кухни, этот нож не для этого, вы молодцы, вы все очень умные, тогда напишите мне, для чего этот нож. Потому что этот вопрос совсем недавно я поднимал. Тактический нож лично я воспринимаю как просто походный нож, ну, туристический нож, с каким-то запасом прочности, с каким-то дополнительным удобством и безопасностью рукояти. Например, вот конкретно вот эта вот рукоять, она действительно 100% полностью безопасна. Блин, как же приятно, когда можно посмотреть то, что показываешь. Как же приятно, когда можно навести фокус и все это показать. Это просто чудо какое-то. Ну, так вот, и по большому счету это просто туристический нож, который обозвали тактическим, тупо для того, чтобы он лучше продавался. Поэтому, та же самая готовка с нить у нас нехитрая, самая обычная. То есть, на кухне, для того, чтобы удобнее было записывать, для того, чтобы удобнее было именно делать это в режиме теста, которые моделируются по большому счету самые простые продукты, которые мы в том же самом походе нарезаем и употребляем в пищу. Ну, вот могу сказать, что несмотря на свои устрашающие внешние виды, свои серьезные габариты, картошечку он нарезает просто обалденно. Прямо реально одно удовольствие. Буду смеяться после уличного теста, если этот Громила меня впечатлит больше, чем Штурм и Йети в пиджаке, в пиджаке, как это сейчас модно говорить, своей восьмеркой. Потому что, на самом деле, какая у Суприма восьмерка, я несколько раз убеждался. На мой взгляд, восьмерка у них просто шикарная, они все делают красиво с АУС-8. То есть, опять же, я совершенно честно после теста сказал, что я какого-то вау-эффекта не испытал. И мне сразу написали, что пиджакей будет дольше держать заточку, а восьмерка быстрее сядет. Ну, так и ладно. Ну, и хорошо. Так ее и легче заточить, быстрее поправить. То есть, здесь мы недостаток обратим сразу же в достоинство. Что я вам хочу сказать, ребята, это то, что, как вы видите, опять же, несмотря на внушительнейший обух, никакого хруста, никакого треска мы не слышим. Нож именно совершенно четко, спокойно разрезает клубни. То есть, что меня на самом деле удивляет, потому что я ожидал, что будет хрустеть картофель. Но при этом сильно вогнутые спуски, они прям, реально, прям, ну, ощутимо раздвигают вот эти дольки. То есть, это, это прям чувствуется. О чем сегодня поговорить хотел? На самом деле, хотел, чтобы вы мне рассказали. Потому что я буду сейчас говорить о том, о тех, кем я не являюсь. Я хочу поговорить о людях дальних профессий. О тех людях, которые подолгу не бывают дома. Которые, скажем, где-то ездят, плавают, работают вахтовым методом. Но и, по большому счету, людей дальних профессий я делю на две категории именно эти профессии. Первое, это те люди, которые, будучи подолгу не дома, вне дома, они при этом сами пребывают в постоянном движении. То есть, это моряки, дальнобойщики, я не знаю, там, летчики. То есть, люди, которые вот это время, которое они находятся не с родными, не с близкими, они постоянно где-то, ну, как-то все равно картинка за окном меняется. И вторая категория, это те, кто уезжает на какие-то объекты, там, я не знаю, военные, нефтяники, там, кто угодно. И вот у них, по большому счету, они привязаны к одному и тому же месту, но все равно долго находятся вне дома. У меня была возможность неоднократно именно, скажем, попасть во вторую категорию, то есть, побывать на каких-то там различных миссиях, на каких-то там самые разные варианты были именно где-то там поработать, так, чтобы именно надолго, там, я не помню, там, по-моему, 3-4 месяца ты вне дома, потом возвращаешься на побывку и так далее, и так далее. Ну, что хочу сказать. Несмотря на то, что платили, мягко говоря, охеренные деньги за это, и несмотря на то, что я тогда был гораздо легче на подъем, ну, мне как-то вот не довелось на самом деле, просто не довелось, не судьба, потому что, ну, скажем так, меня не все там устраивало, именно чисто там с каких-то моих личных, там, моральных точек зрения. Ну, не важно, не случилось. Что касаемо людей, которые проводят, ну, вот, я могу сказать, что картофель, он порезал очень редко какой нож, очень редко какой нож с толстым обухом, так совершенно ненавязчиво, аккуратно режет картофель, тем более разрезает именно клубки. Так, поехали дальше. Лук. Несмотря на то, что все мне скажут сейчас, не все, но очень многие скажут, да ты ничего не понимаешь, это такая тяжелая работа и прочее, прочее, я могу сказать так, одной из самых классных работ вообще, из тех, которые имеются, я считаю в работу дальнобойщика, водителя. Я вам объясню почему. Я понимаю, насколько это тяжкий физический труд. Ребят, ну, я хоть и не дальнобойщик, но, опять же, с учетом того, что на меня не действуют какие-то законодательные ограничения в плане именно того, что мне нужно там через каждые 4,5 часа брать отдых и прочее, прочее. Нет, я, в принципе, на своей шкуре знаю, что такое пилить, там, я не знаю, 8 часов, 10 часов к ряду за рулем быть, с маленькими остановками напописать. Эти меня не удивишь. Я понимаю, что в конце просто начинаешь просто одупляться. Ну вот, я вам могу сказать, что у меня есть один закадычный друг с детства. Костик, привет, если ты меня слышишь. Вот он дальнобойщик. Я вижу, как ему нравится, насколько ему в кайф именно вот рулить, вот эти вот тысячи километров наматывать. То есть он работает по какому-то там тоже дикому графику. У него дома семья, там дети. Но вот просто видно, насколько человека прет от этой работы. И я понимаю, что если бы я стал дальнобойщиком, то меня бы точно перло от этого. Вот 100%. Потому что, несмотря на все минусы этой профессии, ну как с луком? Ну так, порезал. На самом деле, очень, опять же так, мягко, ненавязчиво, и не брутально, ни с каким-то этим. Единственное, могу сказать, что здесь немножко я на луковицу грешу, потому что у меня буквально сразу разваливаться стало. Так вот, несмотря на то, что вот на непогоду, но вот эти слепящие фары, на вот этот вот, ну, дебилизм логистики и прочее, и прочее. Ну, начнем с того, что вот я сейчас я буду от частного к общему. Лично за себя скажу. Я обожаю ездить далеко. Просто тащусь. Как бы сильно ни устал. Я реально, меня прет сам процесс. Вот действительно. Я действительно от этого получаю удовольствие. И вот, скажем, когда мы возвращались с ИВА-2017, с Павлом Вальдемаровичем и Андреем Борисовичем, то в ту сторону я проехал всю Прибалтику за рулем, обратно я проехал всю Польшу. То есть от границы Германия-Польша я доехал до границы Польши-Литва. И, несмотря на то, что это оба, скажем, и туда, и туда я ехал ночью, эти замечательные господа вначале мешали мне насладиться дорогой, а потом храпели, особенно Паше, это было, это было просто кайфно, потому что это так долго, так вот и едешь, и даже каких-то особо красот не нужно за окно. Но при этом, ребят, когда, например, едешь по Норвегии, и ты вот этими плавными подъемами, более крутыми подъемами, какими-то вот этими, когда дорога идет под наклоном, и ты так немножко притапливаешь, я понимаю, что на фуре совершенно другие ощущения, но, в общем, что-то мне подсказывает, что я действительно обалдел бы. Единственное, с учетом того, что платят по эстонским меркам очень даже неплохо, огурец полный зачет. Единственное, что меня, что исключает возможность того, что я вот стану тем же самым дальнобойщиком, это слишком долго вдалять семьи. Ну, вот вообще не прикалывает. Вот от слова совсем. То есть, это в моем случае и дело даже не в том, что там, знаете, вот я немножко отступлю. У меня один знакомый, он был, не знаю, как сейчас, но вот он ходил в дальнее плавание. Его не было дома по восемь, по девять месяцев, по полгода не было дома. То есть, он действительно где-то там из Бразилии откуда-то присылал сообщения, а по факту был и ему очень повезло с женой, потому что он познакомился с ней еще в школе и у них прям случилась настоящая любовь и она на полном серьезе его вот, вы знаете, по самому чесноку ждала. Вот как говорится, трудно быть женой моряка. Наверное. Ну вот, давно их не видел, но я надеюсь, что у них все в порядке как бы в семье, потому что они действительно, это прям прям долго-предолго были такие отношения ими, ну, вдали, потом он приходил на пару-тройку месяцев на берег, я не знаю, как правильно там у моряков говорить, на сушу, на берег, ну, и снова уходил. И вот это была идиллия, но это было исключение из правил, потому что он сам рассказывал, что вот его друзья, которые также в моря ходят, ну, крайне тяжело было найти девушку, элементарно, потому что ты познакомился с девушкой, там конфетно-букетный период, все нормально, чувства там туда-сюда, и потом херак, тебя как будто в тюрьму посадили, просто невесточки, ни ответа, ни привета. То есть, далеко не каждая, здесь даже дело не в том, что там, насколько женщина сильна напередок, или что угодно там говорить, нет, далеко не каждая женщина согласна ждать так подолгу своего мужика, и растить по сути без него детей. Так вот, возвращаясь к частному, я могу сказать, что по помидоркам, ну, по крайней мере, вот на красный был полнейший фэншуй, на бурой, вот здесь в двух местах у меня было подозрение на проскальзывание, я думаю, что вот те, кто смотрит меня давно, они вообще всю мою терминологию понимают, а те, кто только начал смотреть, ребята, втянетесь, то есть, не было проскальзывания, вот сейчас тоже, вот сейчас вот было проскальзывание, а до этого было подозрение именно на проскальзывание, здесь опять же, насколько вот помидорка по ощущениям-то она мягкая, но с другой стороны, я сейчас скажу, кто-то со мной согласится, кто-то фыркнет, с другой стороны, это суприм, заводская заточка от суприма, она обязывает, потому что, как правило, а вот вы знаете, вот прикол, когда я пилю вот таким вот образом, идет небольшое скольжение, если я делаю, меняю угол и делаю на входе, все, оно пропадает напрочь, я даже не буду никак комментировать, это просто вот так оно как есть, так вот, вот я без всякой балды на сто процентов уверен, что моя жена Юля, она бы меня ждала и сколько надо ждала там и месяц, и по полгода, и была бы мне верна, здесь даже дело не в том, что я хочу в это верить, нет, я вам просто сейчас объясню, понимаете, у меня богатый жизненный опыт, и я действительно как бы, ну я могу сказать вот там, я не знаю, даже не с гордостью, в каком-то смысле с горечью, что я очень хорошо знаю людей, к сожалению, потому что, ну, скажем так, именно основываясь на своем жизненном опыте, я понимаю, как много людей не очень хороших вокруг, хотя хороших все равно больше, но, к сожалению, как много не очень хороших вещей случается с хорошими людьми, ну, там, в силу разных обстоятельств, то есть, я совершенно объективно понимаю, что она совершенно вот такой вот у меня типаж, и что, дало бы мне это какое-то счастье от того, что меня жена верно ждет дома, не, вообще ни секунды, почему, потому что был бы другой сценарий, но реально меня бы не было там, не знаю, а что я делаю, мне же по-другому нужно нарезать, мне же нужны кубики, ну, свежая паприка у нас один раз скользанула, только потому, что я неправильно тут клиночком вжикнул, то есть, потому что вот как раз-таки там, верность сохранить и так далее, это одно, а вот не предъявить своему мужику, слушай, у тебя действительно дома-то не бывает, блин, здесь, ну, месяцами, и потом ты появляешься, и что ты теперь, глава семьи, это в то время, как, ну, грубо говоря, на мне здесь весь дом, там, все вопросы, там, детские, рабочие, пятое, десятое, может быть, я утрирую, я сразу вас призываю, ребят, не, так, отнеситесь к этому, с легкой поправкой на то, что это очень-очень все теоретически, то есть, безусловно, любовь никто не отменял, и так далее, и так далее, ну, вот у меня, опять же, пример из жизни, ну, там я, честно сказать, я не знаю, правильно жена мужа ждала, неправильно, но факт в том, что были у меня когда-то соседи, а так как они были соседи сверху, то мне, как вы сами понимаете, особо вслушиваться не нужно было, нормальный старый советский дом, это было очень-очень давно, но факт в том, что все, что соседи сверху делали, это практически, я говорю, не надо было там специально как-то опасти ситуацию, так, ну что, очень даже хорошо у нас все прошло с со свежей паприкой, давайте перетерничено, так, сейчас, секунду, отвечу на сообщение, вот они, технологии, с женой в одной квартире находимся, она мне по вайберу сообщение шлет, ну потому что знает, что я тестирую, что меня лучше не тронут, ведь я аж двойную паприку нарезаю, так вот, и там вообще прикол был такой, он был моряк, по тем временам, разумеется, зашибал деньгу, все дела, там туда-сюда, у них была семья, там двое детей, и жена его ждала, он приходил с рейса, почему было понятно, что он пришел с рейса, потому что сразу же наверху раздавалось какое-то веселье, там именно, причем каждый раз один и тот же стопроцентный сценарий, вот каждый раз, я вот именно задумался, в чем романтика, он приходил, у них там, вот начиналось сразу веселье, какая-то там музыка, не музыка, там какой-то радостный смех, какие-то радостные разговоры, там чувствуется, что какое-то застолье, не застолье, и потом он ее начинал просто ночью реально просто гонять, как сидоровую козу, просто вот, ну реально, каждый раз, возвращаясь с рейса, мужик дуплил свою жену, я не понимал, это, наверное, действительно, вот какой-то такой формат отношений, если ее все в этом устраивает, если его все в этом устраивает, ну почему бы и нет, и по большому счету, именно вот сменялось все таким образом, что он ее время от времени бил в перерывах между празднованиями в начале прибытия, а потом отбытия. И опять же, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, я там не влезаю в чужую жизнь, не подслушиваю чужую жизнь, но факт в том, что я вот понял именно в тот, наверное, момент для себя, что дело-то там не в каких-то там верности или неверности, а именно в том, что ну это капец, как тяжело. Если я раньше повторюсь, я был очень легкий на подъем, сейчас я себе представить, чтобы я уезжаю куда-то там, не знаю, в командировку, мне реально плющить начинают, буквально сразу плющить начинают. Я поехал на Иву, мне было капец, как круто. просто невероятно. Ну, представьте, ножи, 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 потом идешь с Пашей в огнестрел, там просто вот аж мурашки по коже. Я начинал тосковать по своим, буквально вот, ну, отъехав там, я не знаю, 100 километров от Алина. Наверное, просто потому, что вот, ну, вот так вот. Так. Мягонько идет, не вязнет, но вот на, опять же, для обычного здорового ножа он нарезает очень аккуратными, нормальными дольками. Вот это вот мое, вот это вот мой бекончик. Но именно с точки зрения, что это супримовская заводская заточка могло бы быть немножечко по бритвеннее. Ну, вот так вот. Причем, я не согласен с людьми, которые говорят там что-то в плане именно заточки заводской по суприму. По стали, да, ничего не скажу. Почему? Потому что у каждого свои, как говорится, запросы, у каждого свои требования, даже к той же самой восьмерке, какая она должна быть и прочее. То есть, повторюсь, с учетом того, что АУС-8 это японская нержавеющая сталь. Я вам говорю, что вот здесь заявлено производителем, не мною, а производителем, что здесь стоит АУС-8. Я не подписываюсь своим личным словом, что это именно та самая восьмерка, привезенная из Японии. Аналог это или не аналог, это пускай будет на конкретно на совести там конкретного производителя. И это я могу сказать не только за Суприм, но за любого другого производителя, потому что слишком уж много у нас восьмерки. Но вот все мои контакты с Супримовской восьмеркой они абсолютно все очень-очень позитивны. Я помню, что же у меня один нож, один из этих ножей был в Д2, один в АУС-8. Это были Сенсей и Сенпай. Кому интересно, посмотрите, по-моему, Сенсей, я его просто изнасиловал. Я его выбивал, я его выбивал заклинивший нож из бревна боком таким образом, что я до сих пор даже помню этот тест, потому что я до сих пор не понимаю, каким макаром я не вырвал кусок стали из клинка. Это должно было по всем законам жанр произойти. Ни хрена подобного. Но кромка даже не сыграла, абсолютно в идеальном состоянии осталась. А вот, кстати, я думал, что в моцарелке-то в нашей он вязнуть будет посильнее. Но все равно приходится пропиливать. Но видите, сыр в принципе нарезать, особенно такой мягкий, скажем, не специальным ножом, это по-любому вы обречены на то, что будут именно вот такие хаотичные в несколько движений пропиливать. Ну, в общем, что касаемо сейчас за финалью, что касаемо дальнобойщиков, вот именно вот это ощущение дороги для меня лично это просто обалденный кайф. Моряком нет. Во-первых, я бы там ублевался, несмотря на то, что в качку попадаю регулярно, когда мы плаваем куда-то, и терплю, но это, наверное, все-таки мы попадаем в качку, а не в шторма. А во-вторых, вот как раз-таки отсутствие пейзажа, когда у тебя просто вокруг тебя голый горизонт, было бы, наверное, чуть-чуть боринг. По поводу летчиков фиг его знает. То есть, в общем, ребят, по большому счету классные профессии, но вообще не мое. Лично для меня это именно в первую очередь от того, что я не считаю возможным так надолго уезжать от семьи. Я очень хочу, чтобы у меня именно мои домашние, ну, исключая те моменты, когда я там на работу или уезжаю куда-нибудь действительно по делам ненадолго, там, на неделю, на две, чтобы они понимали, что вот он, я рядом, чувствовали мою заботу и чтобы я получал за это их любовь. Как бы это там по-разному не звучало. Какой-то у меня сегодня странный получился, странная беседа какая-то. Наверное, это потому, что действительно пора уже из отпускных реалий возвращаться в самые, что ни на есть наши настоящие и вот постоянно приходится смотреть вот именно что у меня там с камерой происходит снова и все-таки какое-то все желтое. Посмотрим, что там будет. Спасибо за просмотр, всего доброго, пишите, делитесь опытом, кто работал, кто работает, насколько это классно или не классно быть человеком дальней профессии. Увидимся. Субтитры Субтитры